В старину колючий ёж на ежа был не похож. Не росли на нём иголки, а росли они на ёлке. Ёжик летом и зимой бегал в шубке меховой. Был он мягкий, был он гладкий и всегда ходил с оглядкой, чтоб случайно не попасть, в лисьи лапы к волку впасть. У ежа глазёнки зорки, раз он выглянул из норки, а лиса уж у крыльца притаилась, ждёт жильца. Ёж из дома не выходит, с ним плутовка речь заводит, говорила ласково, а зубами ляскала. Как же ты, дружок, заспался, за грибами бы собрался. Поискал бы я грибов, да боюсь твоих зубов. Ах, чудак, я перестала есть ежей, в них вкусу мало. Выходи гулять, сосед, я скажу тебе секрет. Я обманщикам не верю, буркнул ёжик из-за двери. Выждал ёжик полчаса. Нет лисы, ушла лиса. Взял корзинку, запер норку, докатился до пригорка. Вдруг заметил у куста кончик рыжего хвоста. Это лисонька у дуба, на ежа точила зубы. Как тут быть, бежать домой? Путь домой закрыт лисой. Ёж пустился за пригорок. Нет ли где соседских норок? За горой был дом и сад. Жил там дедушка Игнат. Знаменитый огородник, пчеловод, рыбак, охотник. Он был в мире всех мудрей, понимал язык зверей. Вот он видит без дорожек от лисицы мчится ёжик. Дед ежу махнул рукой, а в лесу швырнул клюкой. Ёжик был, конечно, рад. Вот спасибо, дед Игнат. Был бы мне конец сейчас, как бы ты меня не спас. Есть у всех своя защита. Есть у лошади копыта. У коровы есть рога. Пчёлы жалом бьют врага. В толстый панцирь черепаха укрывается от страха. Только мне защиты нет от лисы и прочих бед. Дед Игнат, душа простая, слушал ёжика, вздыхая. Как помочь зверьку в беде и найти защиту где? Для малютки, для такого велики рога коровы. И копыта велики, и медвежьи все клыки. Если взять у пчёлки жало, тоже будет толку мало. Дед Игнат в избе своей отыскал морковный клей. Из бутылки половинку вылил ёжику на спинку. Клей растёкся на бока и добрался до брюшка. Видишь, ёжик, возле ёлки на земле лежат иголки. Ты беги туда скорей, и пока не высох клей, В тех иголках поваляйся, сбоку-набок покатайся. Что желаешь, то найдёшь. Так и сделал умный ёж. Спрятал в лапки, нос и глазки и катался без опаски. Заяц мимо пробегал, удивлённо заморгал. У ёжа с боков, на спинке, в голове торчат щетинки. Хо, ты ли это, братец ёж, на кого ты стал похож? Весь в иголках, весь колючий. А зачем? На всякий случай, если встречу здесь лису. Встретишь, ёжик, я в лису. Вдруг воскликнула плутовка. Как она подкралась ловко. Заяц прыг и наутёк. Ёж свернулся весь в клубок, А лиса хвостом играла и слащаво напевала. Здравствуй, ёжик, дорогой! Вот теперь ты будешь мой. Ты мне очень-очень нужен. Я сварю тебя на ужин. И злодейка, не спеша, носом двинула ежа. Скинул он колючей спинкой, уколол лису щетинкой. И лиса, как от ножа, отскочила от ежа. Иглы нос ей искололи. Взвыла рыжая от боли. Вновь лиса к нему метнулась, на колючки натолкнулась. И отчаянно визжа убежала от ежа. Так разбойнице и надо, по заслугам и награда, Каркнул ворон вслед лисе. Над лисой смеялись все. Нет ежу защиты лучшей, чем тулуп его колючий. Можно по лесу гулять и еду себе искать. Не нужна ему корзинка. Он наколит гриб на спинку и несет к себе домой вместе с мохом и листвой. Стал наш ежик жить богато. Помнил дедушку Игната, помогал ему в трудах и мышей ловил в садах. Еж помощник садовода и защитник огорода. Добрым людям добрый друг, хоть и колет всех вокруг. У лесной тропинки на родной осинке пела птичка-невеличка, звонкая синичка. По ветвям скакала, гусеницы скала, комаров она ловила, да птенцов кормила. Из гнезда тянулись к ней семь пушистых малышей, щебетали весело целый день до вечера. Услыхала их лиса и пришла на голоса. Увидала дом синицы и давай кричать, грозится. Эй, синичка, скинь птенца, пескуна и сорванца. А не дашь, свалю осину, весь твой дом в болото кину. Загрызу твоих детей, подавай птенца скорей. Испугалась птичка, робкая синичка, вся затрепетала, так ей страшно стало. Что ты, тетенька лисица, на птенца зачем сердиться? Он же маленький совсем. Я и маленького съем. Жалко птенчика синицы. Как отдать его лисице, а не дать еще страшней? Потеряешь всех детей. Не могла синичка мать своего птенца отдать. Плакала, рыдала, как ей быть не знала. И сказала ей лиса, можешь думать полчаса. Но когда приду я вновь, ты птенца мне приготовь. Самого красивого, самого крикливого. И лиса, вильнув хвостом, сразу скрылась за кустом. В это время издалека прилетела в лес сорока. У нее зеленый хвост, белый бок и долгий нос. Поскакала по дорожке, как живая поварешка. Эй, синичка, как живешь? Почему ты слезы льешь? И синичка рассказала, как лиса ее пугала. А сорока, рассердясь, вся от злости затряслась. Ах ты, глупая синица! Ты поверила лисице? Пусть она пугала. Ты бы ей сказала. Твои зубки не пила. Не спилить тебе ствола. Да и хвостик не топорик. И ступай, куда пошла. Так сорока, улетая, стрекотала, не смолкая. За сорочьим языком не поспеешь босиком. Вот опять пришла лисица. И давай кричать, грозиться. Ну, синичка, скинь птенца, пескуна и сорванца. Или я свалю осину, весь твой дом в болото кину. Загрызу твоих детей. Подавай птенца скорей. Но синица не боится. Хватит тетенька грозиться. Твои зубки не пила. Не спилить тебе ствола. Да и хвостик не топорик. И ступай, куда пошла. Так и ахнула лисица. Ах, синица-озорница! Кто тебя, позволю знать, научил так отвечать? Не кукушка или болтушка? Или дятел, твой приятель? Или мудрая сова? Подсказала те слова. Ты, лиса, не угадала. Мне сорока подсказала. Похвалилась птичка, глупая синичка. Говорит лиса жестоко. Да чего хитра сорока. Только я еще хитрей. И сейчас расправлюсь с ней. Отошла лиса немножко. Повалилась на дорожку. Кверху лапы подняла. Сорока неподвижно замерла. Глаз не открывая. Будто не живая. Залетела на дорогу наша хитрая сорока. Смотрит, что за чудеса. Не дыша лежит лиса. Лапы кверху, ушки вниз. Кто-то кумушку загрыз. К ней сорока подлетела. На лисицу села смело, Чтобы мясо поклевать. А лиса сороку хвать. Хвать за хвост. И рассмеялась. Что, голубушка, попалась? Буду я тебя душить, Всеми казнями казнить. И в ответ вздохнув глубоко, Пропищала ей сорока. Ты терзай меня, брони, Всеми казнями казни. Лишь в бездонное ведерко Не сажай меня, лиса. Кувырком с высокой горки Не спускай меня, лиса. Хуже этой казни нет. Закричу на целый свет. Вот чего она боится, Захихикала лисица. Ну, теперь ты будешь знать, Как синичке помогать. Вот лиса не ленится, В гору тащит пленницу. И в ведро с отбитым дном Посадила вверх хвостом, Сверху сеном заложила, И ведро с горы спустила. А сама сидит и ждет, Как сорока заорет. А сорока прыг на горку Из дырявого ведерка, Покружилась над горой И отправилась домой. И лиса ни с чем осталась. Как потом над ней смеялась птичка, Невеличка, звонкая синичка. Субтитры создавал DimaTorzok